Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гомовер, это Бонус, и в эфире программа от Винта. В последнее время некоторые, ну и теперь уже бывшие наши знакомые, стали упрекать нас в том, что наша программа якобы не очень наглядна. Один наш, теперь уже бывший приятель, даже сказал, что она совсем не наглядна. Якобы, по данным журнала Лук, коэффициент нашей наглядности составляет всего 0,96. Поэтому мы решили исправить такое положение дел и будем дублировать нашу программу сурдопереводом. Только вы там не очень резвить. Сегодня мы, как и обещали, расскажем вам, чем же закончилась игра, которая называется «Диг». Примерно это переводится как «копать» или «не копать». Сейчас наши сурдопереводчики вкратце расскажут вам содержание первой части игры. Итак, человечество, стремясь спастись от неизбежной гибели, решило откупиться небольшими человеческими жертвами. Трое из этих жертв, командир корабля Бостон Лоу, журналист Мэгги Робинс и весь сманист-морганист по имени Бринг, вдруг оказались на какой-то планете. И после непродолжительного обсуждения пришли к выводу, что это не Земля. От огорчения Бринг тут же погиб. Да вы не волнуйтесь, это привычное для него состояние. В течение игры вы убьете его еще несколько раз. Бостон и Мэгги остались вдвоем. За Мэгги тоже не беспокойтесь. И она погибнет в назначенное время. Вообще говоря, у героев сложилось отношение к смерти, как к неприятному физиологическому отправлению. Дело в том, что на загадочной планете растут таинственные кристаллы зеленого цвета, которые способны оживить кого угодно. Подобные зеленые емкости есть и на Земле. В результате наши герои наткнулись на остатки древней цивилизации. На присутствие здесь когда-то разумных существ указывал мусор, валяющийся повсюду, неисправные машины, мелкие грызуны и многочисленные чудовища. Выяснилось, что эта древняя цивилизация достигла известных высот в техническом прогрессе. Они сумели построить подобие московского метро под названием «Шарокатка», а также изобрели воздушные замки и световые мосты. Вот странно, что на планете, где имеются вполне обычные воздух и вода, смогла появиться столь развитая в духовном отношении раса. Опыт других планет, где есть те же воздух и вода, к сожалению, говорит о другом. Но, как это ни странно, эта цивилизация, в отличие от других древних цивилизаций, не вымерла обычным для древних цивилизаций способом. Вместо исторически обоснованного вымирания, вся цивилизация в полном составе переселилась в шестое измерение, где жить хорошо. Единственным минусом шестого измерения оказалось то, что оттуда невозможно выбраться. Тут-то им на помощь и пришел главный герой, вытащил цивилизацию из шестого измерения, а они в благодарность отправили его домой. Ну, от греха подальше. Следующая игра, на которую нам бы хотелось обратить ваше внимание, относится к классу спортивных игр. На самом деле, эти игры не имеют со спортом ничего общего, кроме того, что они, как и спорт, отнимают у людей очень много времени. Правда, успехом не добиться можно гораздо быстрее. Игра, о которой нам бы хотелось рассказать сегодня, посвящается хоккей-шайбе, и называется она НХЛПА. Примерно это можно перевести как НХЛПА. Эта несложная аббревиатура расшифровывается как Ассоциация игроков Национальной Хоккейной Лиги. Как вы, возможно, уже догадались, вам предстоит управлять всеми членами Ассоциации по отдельности на хоккейном поле. Фамилии, имена и внешний облик игроков полностью соответствуют действительности. Название команд и расписание чемпионата аналогичны реальным. Это привело к тому, что настоящая НХЛПА попросила создателя игры о переносе некоторых компьютерных матчей, дабы избежать возможных накладок со зрителями. На поле игроки ведут себя агрессивно и играют с полной отдачей. Только успевай нажимать кнопки. По инициативе Национальной Лиги Экстрасенсов, некоторые игроки окружены магическим красным кругом, приносящим удачу. Красная звезда вокруг игрока является волшебной пентаграммой и свидетельствует о том, что игрок когда-то числился в команде ЦСКА. Вообще русских в НХЛ много. Можно составить из них целую команду и показать этим канадцам, кто тут настоящий НХЛПА. Но для этого вам придется много тренироваться, упражняться во вбрасывании шайбы, в выполнении буллитов, ну и так далее. Перед началом чемпионата вы можете поменять игрокам форму одежды, а также купить или продать игроков, выставленных на драфт, то есть на продажу. Опять меня на драфт выставили? Обещали в основной состав их взять. Я в трактор выйду, в Челябинске, ты понял? Последняя игра сегодняшней программы относится к классу симуляторов. На сей раз вы будете симулировать автомобильные гонки, так что в данном случае гордое слово «симулятор» можно заменить на «гонялка». Вот такие вот игры особо ненавистны инспекторам ГАИ, поскольку, по их мнению, это сильно расхолаживает водителей, что создаёт впоследствии аварийные ситуации на дорогах. Ну, мне хотелось бы как-то прокомментировать это мнение. Дело в том, что... Слушай, что это там происходит? Это что такое там? Итак, эта игра называется «Скример», что примерно приводится как «шумелка». «Скример» — это типичный автомобильный симулятор. Набор машин всё тот же. «Порш», «Пирари», «Ламборгини» и так далее. Никто из создателей игр не осмелился пока врисовать хотя бы в одну гонялку автомобиль ВАЗ-21061. Это очень странно. Хотя, возможно, эти машины тоже присутствуют в игре. Но благодаря скорости, которую они развивают, никто толком их не успевает разглядеть. Кстати, обратите внимание на вертолёт, периодически летающий над трассой. Это происходит потому, что игра «Скример» совместима с игрой «Каманч» максимум оверкил. На протяжении всей игры вас подбадывает голос диктора, который комментирует любой ваш промах, а вашей победе радуется как дитя. Это как будто он сам победил. Эй, идёмте! Гонки! Гонки происходят на живописно пересечённой местности, территориальную принадлежность которой установить не удалось. Помимо собственных гонок, вы можете также попрактиковаться в различных областях художественного вождения. На языке ГАИ МВД РФ это называется «учебная езда». Вам нужно научиться проезжать сквозь многочисленные хлипкие воротца и сбивать не менее хлипкие вешки. Ну а потом можете выходить из игры и искать автомобильный симулятор получше. Ну вот и всё на сегодня. Сейчас я с вами разберусь. Гейм, как говорится, оба. В смысле... Так, boom.